Сегодня первый лицей – это открытая площадка, где креативность и исследовательское начало буквально всюду. На праздники для ребят организовали игры, квесты и другие научно-познавательные испытания. Ученики разошлись по разным площадкам и начали делиться своими идеями. Были здесь самые разные стенды, например, в области математики, физики и искусства. А были и прикладные, где ребята показали то, что сделали своими руками. Говорят, современная школа должна выпускать не только академических гениев, но и тех, кто сам что-то делает, сам фантазирует, пытается исследовать даже, казалось бы, то, что сегодня уже открыто. Среди проектов есть и настоящий лингвистический анализ, проведенный ученицей пятого класса, которая взяла за основу слово «победа» и рассмотрела его происхождение в разных языках. «Это слово играет большую роль в истории нашей страны. Мне очень понравилось переводить слово «победа» на разные языки. Перевод этого слова еще раз доказывает, что все языки связаны между собой». Не обошлось и без жизненно необходимых площадок. Так ребята, например, показывали, как можно самим добыть огонь. На фестивале школьникам также понравилось ставить физические эксперименты. В гости к ребятам пришла фотограф Марина Таренкова. С собой она взяла и своих животных – кролика-снежка, крысу-боню, улитку-мисулитишну и ежиху-марину, которая, правда, не захотела ни с кем встречаться. Вот так просто лицей преобразился в научно-популярную лабораторию детских активностей. Название фестиваля «Сампа», то есть «Сампознаю» пришло несколько лет назад, когда организаторы решили сменить формат традиционных научных конференций на что-то более современное, где школьников смогли бы больше вовлечь в самостоятельные исследования и проекты. Я сегодня прошла по нескольким площадкам и с ребятами разговаривала, что заинтересовало, что было вот этим первым толчком. Конечно, это, ну, наверное, мне стало интересно, я хотел бы это узнать. А что дальше? Это был мой следующий вопрос. И все для себя определяли, нет, я буду этой темой заниматься дальше. Ребята продолжат углубляться в свои проекты и изучать темы более досконально. Результаты своей работы они смогут представить уже на следующем фестивале «Сампа». Дарья Изофатова, Сергей Беляев, Служба новостей.